Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 4 июля, и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. После драматического голосования в греческом парламенте по утверждению программы жесткой экономии и достигнутого наконец решения о выделении Греции первого транша в 12 миллиардов евро из 85 миллиардов финансовой помощи, на рынке наступила некоторая стабилизация. Похоже, что Греции теперь не грозит беспорядочный дефолт, и опасения инвесторов на этом фоне вновь сменились ростом интереса к рисковой торговле высокодоходными валютами. Спрос на евро на торгах в пятницу держался вблизи трехмесячных максимумов, а к началу европейской сессии сумел еще и подрасти, зафиксировав уровень 1,4550. Публикация в США высоких показателей производственной активности, свидетельствующих о восстановлении американской экономики, вызвала резкое снижение пары евро-доллар, курс которой упал ниже азиатских минимумов, протестировав отметку 1,4436. Тем не менее, снижение евро было встречено новыми покупками пары, которые вернули валюту к достигнутому максимальному уровню. На торгах в понедельник предполагаем продолжение попыток быков по евро пробиться выше предыдущих максимумов и возобновить подъем. Если паре удастся закрепиться выше уровня 1,4550, может последовать ее дальнейший рост в направлении 1,4620 и 1,47. Если же пробой не состоится, евро-доллар развернется на снижение к целевым уровням 1,4473, 1,4436 и 1,4375. Британская валюта на торгах в пятницу демонстрировала волатильную торговлю в сужающемся ценовом диапазоне. В паре с долларом фунт так и не сумел преодолеть уровень предыдущего максимума на 1,6118. Публикация слабых показателей деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании спровоцировала активные продажи пары и вызвала резкое снижение ее курса, протестировавшего нижнюю границу диапазона на отметке 1,5988. Однако падение валюты натолкнулось здесь на новый спрос, позволивший фунту вернуться в верхнюю зону диапазона и завершить там недельную торговлю. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем, первоначальное снижение пары фунт-доллар ориентировочно к уровню 1,60, а затем подъем ее курса и завершение коррекции в целовой зоне 1,6130-1,6180. Далее ожидаем возобновление снижения фунта. На торгах в пятницу золото упало до шестинедельного минимума, поскольку соглашение по Греции негативно отразилось на спросе на драгоценные металлы. Рост интереса участников рынка к рисковым операциям с высокодоходными валютами снижает, как правило, привлекательность драгоценных металлов в качестве инвестиционных активов. И торговля в пятницу полностью подтвердила эту тенденцию. Золото потеряло в цене почти 15 долларов и торговалось на уровне 1487 долларов 27 центов за тройскую унцию. Серебро также снизилось, закрывшись по итогам дня на уровне 33 доллара 80 центов за унцию. В экономической статистике понедельника Китай опубликует индекс деловой активности в непроизводственной сфере за июнь месяц. В Швейцарии выйдут данные по изменению реального объема розничной торговли за май. Великобритания представит индекс деловой активности для строительного сектора, а в еврозоне будет обубликован индекс цен производителей. Американская статистика в этот день не публикуется, рынки закрыты. В США праздник, день независимости. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке форекс. Аналитика от maxiforex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, ассоциацией региональных банков России, национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.